намастэ друзья сегодня мы идем на прогулку савитры храм которая расположена на побежье хотя не очень большие горки на самой вершине ну может и не низкая говорят около часа нужно подниматься сейчас и проверим как раз этот храм находится в пушкаре на окраине пушкара вот мы уже сейчас вышли практически в деревне да мало людей утро свежо очень хорошо вокруг коробки свинюшки собачки попугаи а попугаи зеленые да увидели зеленых попугаев по целу из царя до выпили уже масала чая по дороге проснулись идем поклониться богинеса савитры савитры это дочь и жена господа брахмы да как это вот дочь и жена может быть богов все может быть это они и боги мы идем по дороге пока еще есть нормально асфальтовая дорога ведущая к храму по деревне а дальше будет проба да и там вроде есть еще и подъемник можно будет спуститься на подъемнике в следующий раз прийти покататься на подъемнике посмотрим как она пойдет хочется конечно пешком пройти вот это конечно же показалась гора ставили храм пытались нас посадить на верблюдов что тут идти по по сути тут идти нечего очень близко ну немножко крутое посмотрим так все равно тоже наверно верблюде туда не поднимешься это наверх лиги только до подножия там ступеньки я вижу поэтому по-любому какой верблюд туда поднимется просто до подножия тебя довести за 500 рупий но нам надо но нам не надо мы любим пешком ходить ну да я сразу не догадался что его нужно снять в общем встретились сейчас как он себя назвал гуру чай гуру делает эрведический чай дал нам пару советов как себя вести чтобы не развели нас верблюд завтракать собачка тоже завтракает а мы еще не завтракали кстати завтрак нужно заработать сначала вот мы идем она на такер как на этом что не брать деньги не брать цветочки не у кого да да не потому что потом много денег заплатить в общем тут уж кори основная фишка да предлагает вам цветочки какие-то как подношение вот а потом будет сразу что-то расскажет еще при этом если я бы покажет на проведут пуджи может потом заплатите за это минимум 500 рупий вот как у нас на на вот тут верблюдики пасутся и фоткать надо кстати еще практически пустыня здесь ну что начинаю наше небольшое восхождение савитри савитрим мата мандир называется савитрим мата мандир храм матери савитрим или богини савитрим или савитрим правильно честно говоря я не нашел правильно дарение делать но такая дорога плиты ступеньки подъемник походу еще не работает слишком рано это наверно когда привозят большие группы туристов да там скорее всего не включает этот подъемник для нас двоих никто не будет включать странно что к никто не пристал по дороге пока что это хорошо это радует прошло буквально полчаса и уже становится жарко на погорячились одевшись слишком тепло да да теперь надо будет прятать в рюкзак какой-то одежда но вышли из гостиницы было прохладно реально сейчас уже тепло очень быстро здесь погода в это время в этот сезон меняется днем очень жарко до 30 наверно больше а ночью очень прохладно вот мы еще даже совсем не поднялись уже весь пушкар практически как на ладони но подойдем поднимемся повыше там наверно будет еще интересные виды какие-то там горностайчики да это какой-то прям пустынный район видите вокруг песок деревья растут прямо в песке раджастан пустыня грязненько достаточно не знаю почему не убирают это вот провод странной вот надо было нам подняться пораньше тогда бы мы могли еще восход солнца встретить на вершине где-то на час раньше нужно было прийти сюда идем в одиночестве никого больше нет принципе нам это подходит когда никого нет мало людей это нравится честно сказать не людям большие скопления людей особенно таких вот туристических местах ну еще идти идти это так кажется что близко на самом деле есть что идти мне не кажется мне не кажется ну тут есть беседочка со скамеечкой можем отдохнуть немножко ну конечно давай отдохнем деревянные какие то есть или это не деревянный это камень вон там еще наверху есть тоже скамеечки можем посидеть немножко отдохнуть даже какая-то обзорная площадка здесь мы посидим о какой видос друзья прекрасный панорамный вид на священный город пушкар да да вот как раз напротив такой же храм еще один не надо посмотри весь город расположен среди среди гор вокруг горы прям ну не вплотную зачем очень даже супер холодно сидит на камне конечно да да вид красиво отсюда действительно не зря пошли вот мне нравится когда вокруг горы совсем как-то все по-другому воспринимается пусть они небольшие но очень красиво ну вон кабинки есть закрытые кабинки подъемника сейчас посмотрим поднимемся ну да так идем идем а ступеньки все не заканчивается так что на легкий подъем друзья не рассчитывать хотя особо тяжелого тоже ничего нет но есть куда пойти куда подняться вернее вот камни вокруг большие какой-то кустарник растет непонятно вообще растительно здесь не очень зеленая почва песчаная сухо дождей нет сейчас за это но это же такие пирамидки как в горах тоже обычно встречаешь здесь из надо ну не знаю память об ушедших путниках а погибших альпинистов да да с этой серии наверное но кто-то спускается видно встречали там рассвет все равно людей очень мало вот они эти кабинки на так с виду красивые приличные кабинки хороший подъемник троса нормально и внизу много камней есть куда падать если что лена вот нашла не спички благовония на не он тапочек нашел еще один но голубые не знаю это те которые попадались подъемника интересно или те которые устали идти это интересно заметили впереди две обезьянки побольше и детеныш видимо поменьше камеру тут не вытернут я буду крепко их держать я даже не знаю как из них вести или агрессивно или нет агрессивно с животными вообще нельзя себя есть а смотреть нельзя улыбаться для них это знак агрессии улыбка оскал зубов надеюсь на наши бананы в рюкзаке не почуял как котята да играются мелкие друг с другом тут у вас друзья много интересное дерево какое-то оно очень гладкое такое необычное просто ну и везде там тут был петел какие то тут был конь прям как кони вносятся вокруг он маленький он наверху сидит чтоб он мне на голову шапку мы не забрал как дети как дети когда можно было шапку с с с с с с Слушай, как Алик и старичек. А, воду пьет. Он понял, что надо нажимать и пить воду. Умная обезьянка. Нет, да, все умные. Нажимают и пьют воду. Ничего себе. Люди, люди. Вокруг нас люди. Молодые, они не соображают. Потом люди там пьют. Нормально все, друг. Пей, братан. Чистый ребенок. Привет, дружок. Последние несколько пролетов осталось. Высокие ступеньки просто, поэтому тяжело подниматься еще. Ну и уже жарко. Хотя еще только 9 часов утра, но уже достаточно жарко. О, собачка вместе с обезьянками. Ничего не происходит. У них шанти-шанти между собой. Потому что вангуры реально хорошие, дружелюбные обезьянки. Да, очень хорошие. Не агрессивные. Смотри, дитенышек. Смотри, как маленький. Да, да, да. Прям совсем такая. Очень нравятся эти обезьяны нам. Ну и маленький. Не просят ничего. Смотри. Вот он прям как маленький человечек. Гладенький. У него еще шерсти мало, и он прям как человек выглядит. Гладенький. Вот что, мы уже поднялись. Здесь вот этот храм, который не напоминает храм совсем. Может там дальше что-то еще будет. Здесь надо разуться, снять обувь. Вит отсюда. Эту тропинку или дорогу, по которой мы пришли. Вот оттуда. А вообще мы пришли от озера. В принципе где-то сейчас 9 часов, мы вышли из дома 8. Ровно час. Мы практически уже на вершине. Хотя так кажется, что далеко, но в принципе не очень. Мы поднялись уже на самую вершину. Это уже вид с другой стороны. Вот обезьянки обнимаются, целуются. Радуются жизни обезьяней. А вокруг вот такие виды. Я не знаю, может быть дальше туда пройти стоит. Там наверное есть смысл разуться или взять обувь с собой. А может тут можно и обутан туда пройти дальше. А может быть дальше. А может быть дальше. А может быть дальше. В contagion или другим. В�밀 поочтую зиму-товидор牛. А может быть тропинку. Теперь я проверю. От воспитания для зимы. Помниться жизни да. В nay. 3 раза. Тяжи желчина. Тяжат Мина. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok